Норвегия перевела собственную армию в состояние повышенной готовности, пишет издание The Advance. И чего же боится королевство, задается вопросом автор. В самой-то стране пока ничего не случилось, кроме того, что теперь именно Осло получает огромную кассу за счет европейских пенсионеров, ведь дешевого газа из России ЕС не увидит больше, чем никогда. Однако в Норвегии растут опасения, связанные с Россией, а вместе с ними и паранойю, отмечает журналист. Что, правда, не удивительно. В любой, как говорится, непонятной ситуации вали все на Путина и криком кричи, что виноват Кремль. Причем из веселого ограничительные меры Запада оказывается, совсем не мешают торговать Осло с Москвой на миллиарды, пишет норвежское издание Dagbladet. И, как следствие, партия зеленых возмущена таким откровенным беспределом и выступает за полное прекращение любых экономических отношений с большим северным соседом. Однако в правительстве страны странно, конечно. Одни агенты Путина, что ли, сидят там, подчеркнули, что торговля, на которую не распространяются санкции, не запрещена. Другое дело, что, ребята, можно понять. Брюссель вполне себе может напечатать еще больше евро, а штаты долларов. Но, однако, вся эта вложенная в суверенный фонд благосостояния Норвегии в размере одного триллиона и двухсот миллиардов долларов макулатура приносит пока одни убытки. Так, управляющие деньгами норвежских пенсионеров, ребята, тупо слили на разных там акциях почти четыре с половиной процента своих запасов в третьем квартале, что эквивалентно примерно сорока трём миллиардам долларов. А с учетом того, что биржи у Запада и так надуты, как мы уже уточнили фантиками, по самое не хочу. Все остальные приключения еще впереди. Впрочем, еще больше ужасных подробностей, как обычно, через пару секунд. Друзья, пожалуйста, не забывайте, что в современных тяжелых условиях мы работаем лишь благодаря вашей исключительной поддержке. Даже 50 рублей вашей помощи нам крайне важны. Номер карты на экране и в описании к этому ролику. Спасибо и вместе победим. Итак, Москва расценивает повышение готовности вооруженных сил Норвегии как деструктивную эскалацию в евроатлантическом регионе и ответит на недружественные действия. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что на территории королевства на постоянной основе появились теперь иностранные военные базы, а сама страна, видать, денег много стало, закупает современную военную технику и модернизирует военную инфраструктуру. Однако, самое смешное сильно в другом, и об этом откровенно пишут газеты. И хотя об этом никто публично нигде не говорит, но еще с тех пор, как в конце сентября чпокнулись российские газопроводы, оказывается, это не наши слова. Еще раз это сообщает зарубежная пресса, многие в ЕС предполагают, что Россия готовит возмездие. Кому, если за диверсию ответственна одна из стран Североатлантического Альянса, а сейчас Москва именно это и утверждает, то в списке потенциальных объектов, конечно, стоит и Норвегия, которая, дескать, сейчас снимает все бонусы, ведь это ее энергоносители замещают, да еще по великолепным ценам, кремлевский. Причем ребята так напуганы, что даже арестовали одного ученого, обвинив его в шпионаже в пользу России. Им оказался бразильский исследователь по имени Жозе Асисис Джимарье. Но норвежские власти сообщают, что, возможно, это не настоящее его имя, а единственная его цель пребывания в Норвегии – шпионить в пользу Москвы. В общем, как говорят в стране без пармезана, на варе и шапка горит, что очень удивительно в точку. Правда, и это далеко не конец истории.